всем приветики с вами канал артмания и показываю свою покупку блины знаете а сначала я его идет как-то во сне что ли увидела понимала что я хочу этот рюкзак его просто хочу а когда что-то я хочу я всегда покупаю то есть мне начинает даже бывает снится вот ну когда я уже похожую вещи увижу то снится это сначала приснился а потом я захотела я начала искать его его нигде нету вот я не помню с вами поздоровалась по-моему да ну ладно короче вчера захожу магазин планета одежды по-моему называется и там лежит этот рюкзак ну наверху высоко так блин думаю я не достану же его как у него это цену интересно знать я думаю блин если он будет стоить там около двух тысяч ну даже если две тысячи дом я его возьму ладно фиг с ним там блин у я этот рюкзак хочу к нам просто я захожу короче он стоит вот короче рюкзак для мамочек когда него была прям мода такая всех в нем ходили мне не он не нравился потом спустя какое-то время так всегда в принципе бывает спустя какое-то время он мне понравился вдруг я прям вот просто его захотела его как назло в этот вирус его просто нигде не было просто там заяц просто это не вижу краешек что у тут вот тут у меня вот чё-то вот и вы просто вообще нигде не было я все магазины обошла обошла даже магазины те в которых когда-то он был но его там не было вот и вчера его наконец-то нашла и делюсь с вами покупкой вот здесь даже смотрите у них instagram facebook есть даже такая штучка есть вот стоил он короче тысяча триста пятьдесят и честно говоря даже не думал что туда входит уэсби вход это он а вот он это я уже только заметила дома я даже его толком не раз ну так рассматривал но торопился была уставшая вчера очень сильно вот видите так уэсби вход я даже его не заметила только дома он туда входит представляет то есть принципе по моему рюкзаки вот с этим входом они стоят дороже по-моему или полторы или даже две тысячи или даже еще дороже сейчас не помню уже вот то есть этот вообще классно просто блин это просто находка я кстати хотела именно в таком цвете ну какой-то розовый это какой-то меня даже кажется а белокоралловый вот не некому короче держать камеру но тем не менее я вам сейчас покажу не вот эти молнии очень классно ходят они такие золотые не знаю мне кажется они может или металлической или пластмассовой фиг знает здесь кармашки блин я искала рюкзак с множеством кармашек потому что вот на это честно говоря блогеру неудобно ходить с обычным магазине ходить с обычным рюкзаком в котором всего там два кармана который ну внутри который находится два кармана это очень неудобно я каждый раз боялась потерять свои флешки там эту батарею от камеры блин я реально просто боялась каждый раз там или деньги вот блин это неудобно ну здесь я думаю не знаю что там я буду класть здесь один на сеточке здесь даже вот с фольгой возможно мы с ребенком допустим пойдем путешествовать и можно будет взять что-то там такое положить то есть фольгу она будет тепло держать долго или наоборот холод то есть такой то есть мне с ребенком будет удобно и одной будет удобно то есть это блин это классно короче три штучки так ну вот тут по бокам само с собой вот даже а слушайте я даже наверное бутылку свою не сюда положу как я обычно кладу то есть это блин смотрится некрасиво мне кажется это смотрится как-то как будто я турист а мне хочется что посмотрел это как будто идет симпатичная девушка вот с таким рюкзачком и короче все супер красиво сюда я положу сюда и проще будет если я расстегну и достану это будет гораздо красивее то есть вот карман здесь у нее резиночки такие оттягивающие сюда обычно складываю свои сосочки конфеты бахилы вот которые мне обязательно лежат на всякий пожарный вот маски теперь еще будем складывать перчатки скоро начнем вот тут манеллы возможно это даже другая фирма чем не та которая изначально начала их делать вот тут такие вот штучки есть то есть ее блин ее можно носить как и просто наверно в руке то есть на локте как это принято вот с этой стороны какие-то на липучках штучки если не знаю я думал что это для коляски но тут есть еще одна вот застежки ну вот она мне кажется хотя тут довольно мало кстати не знаю мне кажется вот она на коляску вешать или может что-то на нее еще вешается честно говоря мне бы хотелось еще наверное знаете какой то вот здесь вот такую вот штучку иногда вот несешь пакет допустим в магазине а хочется чтобы руки были свободны и что-то вот сюда вот прицепи что сбоку висел этот пакет и все мне вот так хочется иногда так здесь вот ну не знаю может это для коляски а ну может быть если вот это не поместится то будет вот это на коляске они вот они две штуки их они короче друг об дружку вот так вот цепляются ну как то вот так ладно здесь классные такие вот как их называют я не знаю как их на плечики короче одеваются которые вот сейчас я вспомнила ваша не вчера я тоже смотрела рюкзак там тоже много разных нет там немного разных карманов вот но там было с этой стороны была такая же ткань а вот с этой стороны она была в дырочку и блин честно летом я так подумала блин они меня просто будут натирать мне просто будет болеть плечи от этого вот а тут блин они классные они такие нам очень обычные мягенькие вот ну естественно вот этот вот карман а еще вот тут кстати карман сюда можно положить телефон или деньги ну честно говоря я мерила и не очень было удобно залазить сюда в карман особенно в этот вот сейчас мы с вами его посмотрим сюда можно телефон положить если вам вообще его просто некуда положить посмотрим о нифига себе смотрите у меня вся рука туда поместилась вот он прямо это полно сюда можно мне кажется даже планшет какой-нибудь положить такой сантиметров 10 наверное который либо деньги например деньги туда кстати ну типа как кошелек деньги вообще мне кажется удобно или кошелек точно какой-нибудь более тонкий кошелек который не не сильно топорщится можно положить туда он как раз такой или вообще мне кажется вшей туда какой-нибудь кошелек который оттуда выезжает открывается потом заезжает чтобы просто где-то не оставить а políticas знаю бывают люди которые могут просто оставить кошелек или вот бывает знаете на кассе стоишь и уже просто рук не хватает этот кошелек кладешь ну прилавок دستに деньги пересчитываешь отдаешь а потом идешь такая из магазина и думаешь а я кошелек взяла я помню что я его положила на прилавок а то что я взяла я вообще не помню вот и начинаешь проверять то есть это было бы удобно так здесь у нас смотрите тоже есть кармашек но это рюкзак для мамочек вот и как раз сюда можно залезть в основной как его карман ну допустим вам не хочется вот время вот это вот все расстегивать можно вот так залез там что-то достал как бы все он прям прошит а здесь еще один карман блин а я его вообще не заметила вчера что ли вот еще один и тут кстати такая кальеночка так ну ладно сейчас мы туда спустимся поднимемся и застегивается он довольно хорошо блин он весь такой качественный весь вот классный вообще просто классно вот переходим сюда ну видите он прям открывается такой классно открывается такой большой у него вот здесь вот мне кажется я уже делаю обзор рюкзака а не делюсь с вами моментами здесь промыто какая-то штучка вставлена так у нас получается здесь карман здесь карман то есть принципе можно допустим камеру я могу сюда засунуть и все я знаю она у меня как бы вон там и все супер вот так вот здесь вот но они мне не очень кстати это понравилось они вот только вот досюда вот здесь вот еще место остается мне бы хотелось честно говоря туда еще карманы почему-то вот получается тут на молнии вот у меня чек кто не верит такая сумма вот она тысяча триста пятьдесят сюда пока оставлю но это вот как раз для каких-нибудь может быть ключей или вот что-нибудь мелочи тут еще а тут кстати можно мне кажется даже флешки какие-нибудь складывать то есть с той стороны открыл взял флешку и камеру ну там посмотрим вот здесь тоже и здесь кстати есть такая штучка она смотрите пришита я еще совсем недавно задумывался блин думаю вот бы мне на штанах такую штучку сделать чтобы вот ключи не потерять вынул штанов ключи они вот на такой штучке будут цепочки какой-нибудь там привязаны вот открыл там дверь домофоном и все и обратно положил это мечтала здесь такая есть честно говоря даже не знаю для чего она может быть даже не для этого но я наверное скорее всего туда ключи нацеплю то есть принципе вот рюкзак там поднесся конечно не тяжелых дверей пик-пик и все то есть ключи у вас всегда в рюкзаке всегда сумки вы их не потеряете также взял допустим и сюда вот так положил вот да мне кажется уже получился просто обзор на рюкзак так мне кажется мы все прошли наверное а тут кстати есть еще не особо вид модель in china как всегда вот что ли 20 они девятнадцатый ничего себе ну они кстати эти рюкзаки да давно у нас с вами по моему мне кажется у всех наверное так сначала мода начинается мы сначала на всех смотрим мол что-то странная какая-то мода нет я такое не куплю я такое в жизни носить не буду смотрим 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 привыкаем и потом начинаем хотеть блин ну они модно выглядеть я тоже хочу выглядеть модно почему бы и нет и тогда уже бежим магазин и покупаем к тому времени уже начинаются просто акции вот ну лично у меня так есть кстати плотненькая вот она то есть кстати хорошо так открывается здесь вот она даже поднимается немножко то есть открыл блин даже мне кажется покупки можно в нем носить покупки так сложим мне кажется удобно даже будет раз так хоп не знаю сегодня короче иду гулять не знаю пойду с ним гулять или нет я не могу никак решить вот потому что у меня как бы лук обыкновенный и больше подразумевает под тот рюкзак старый вот не знаю и ролик тоже получился я не знаю он больше похож на обзор рюкзака или просто похож на то что я с вами делюсь своей покупкой которую так давно искала хотела и наконец-то нашла короче не знаю если сейчас начать делиться остальными покупками это займет очень много времени не знаю даже давайте наверное с вами поделюсь сразу блин это мне уже так хочется гулять охота сидеть дома не знаю короче ладно в отдельном ролике я короче вам покажу оставшиеся покупки вот это будет у нас рюкзак который я так давно искала 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 прям вообще просто невозможно как искала все сейчас я буду собираться хочу пойти на улицу сейчас я попила кофе короче немножко даже запарилась потел сейчас я быстро принимаю душ и время на уже 10 11 даже 11 до час и быстренько пойду гулять вот и здесь так ну ладно это будет у нас отдельный ролик потому что он получился длинный как я поделилась с вами рюкзаком это сейчас отдельно запишу короче будет на следующий день как я погуляла по магазинам